Итак, дорогие друзья, сейчас посмотрим задание Дениса. Мы говорим о профессиональном изучении объектно-ориентированного программирования в Python и на этом примере в любых других языках. В школе это раздел разработки, выбираем категорию, и здесь есть Python ООП. В чем заключается смысл? Здесь человек проходит ООП по вопросам. Я постоянно задаю наводящие вопросы, человек разбирается сам, приобретает опыт, приобретает знания. Для того, чтобы эти знания были уверены, сразу ставим планку, ребята. У Дениса она частично есть. Здесь находим крутой Python с единичкой, могут быть другие. И я записал несколько бесплатных видео, где мы работаем с кодом RussellKateMagy от приложения Togo. Это, кто не знает, прекрасная замена Kiwi. Смысл такой, что вы пишете десктопное приложение, потом при помощи портфеля преобразуете его в Android приложение, веб-сайт и так далее. Один код написал, распространил. Но наша задача научиться читать и писать именно такой код. Там мы разбирали Windows Set от Metable Set. То есть посмотрите видео, то есть настраиваемся на написание профессионального кода. И нам сейчас этот код понравится. Итак, несколько видео я запишу, все остальные будут только обзоры. То есть, чтобы понять, в чем замысел. Итак, первый вопрос, который был в первом вопросе, это просто в любом порядке составить план, что такое ООП. Я, кроме этого, дал в группе ссылки, где я писал. Задание номер один. По сути дела, просто познакомиться с классами. Здесь не важен порядок. Примерно понять. Я дал ресурсы. Первый ресурс вы увидели глоссарий. Я сейчас объясню, что это я не зря дал. Дальше рекомендуемые вещи. По сути дела, все, что касается документации. Итак, глоссарий. Мы здесь, когда откроем, почитаем, посмотрим, что написал Денис. Не зря. Постараюсь выделить основные вещи момент. Класс Python. Это схема создания объектов и экземпляров. Он определяет набор атрибутов и методов, которые представляют характеристики. Дальше можно и читать. Нас интересуют всего лишь эти два слова. Атрибуты и методы. Итак, давайте сначала определимся, что такое успешное изучение объектно-ориентированного программирования. Для этого надо просто нам открыть файл, который мы только что открыли, и посмотреть. Внимательно посмотрим. Можно открыть любой файл любой библиотеки, но когда мы видим классы, мы в классах видим очень много разных ключевых слов с точками. Что это? Это как раз то, что определяет набор атрибутов и методов. То есть прямо в определении четко написано, что нам надо изучать. Итак, задание С сформулирую. Сначала определимся с параметрами входа. Денис до этого момента проделал огромную работу. Вот я открыл несколько файлов, чтобы вы могли прочитать. Где давал разные рекомендации. Значит, вот, например, еще несколько месяцев назад, даже это август 2022 года. Да-да-да. Вот как он пытался описать файл. Будем говорить так. Это файл той же библиотеки, но класса Windows. Определенно, я четко понимал, что у него есть какие-то знания, но будем говорить так, что описан слабо. Спустя определенное время, а сейчас у нас получается февраль 23-го, он еще не изучал подробного ООП. Сейчас скажу, что он сделал. Что он делает? Он работает... Он работает... Ага. Так, так, секунду. Работает джанга. Но если мы посмотрим на уже описание исходного кода джанга, то ситуация здесь уже меняется. Вьюха, да. Аргументы, которые итерируются на вход в словарь, то есть уже пошла более профессиональная речь, более понятно, да, что он видит в коде. Все это произошло благодаря тому, что он изучил функции. Поэтому вход в работе с классами – это основательная работа с функциями. Это мы делаем в школе. Иными словами, чтение функций на лету – это уже должно присутствовать. Почему? Потому что мы должны сосредоточивать внимание на том, что происходит внутри, да, классов. На атрибутах, на работе самих методов. Впоследствии досконально разобраться с типами данных – это возможно только изучив классы. То есть это вот этот этап. Поэтому если мы будем туго представлять функции, то, в принципе, никакого эффекта не будет. Давайте посмотрим несколько сообщений, чтобы вы… Я и для Дениса это видео пишу, и для новых ребят. Сейчас я найду. Впереди ООП, так что еще работы много предстоит. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду и везде. Что-то где-то передается. То есть к этому мы пришли. Как вы видите, такая вот полномерная работа была практически с 22 года, где-то с августа, да. Сейчас февраль 23-го. То есть человек вырос за это время. Капитально вырос. Был тот момент, когда он начал писать. Мы смотрим 25 сентября 22-го года. Ощущение, что смотрел тысячи серий, но вот никак не мог найти первую. Это он описывает свои ощущения, когда он начал писать. Вот не так давно он написал, когда уже перед тем, как начал работать Жанга. Это переосмысление какое-то, да. Я пришел в школу действительно с кусками кода в голове. Валерий помог мне все объединить за пару месяцев. Дальше он, как мы видим, постоянно работал. Но в чем заключается? Все, ребята, заключается только в подходе. Если вы откроете сейчас, например, абсолютно любой сайт Python. ООН ООП, то вы найдете разные концепции, которые будут заключаться в пару строк кода. Абсолютно везде. И везде будут переписки. Ни одного вы не найдете серьезного ресурса. Ни одного. Где будут просто даны определения, и это не работает. К чему, как правило, приходят в большинстве своем ребята? А к тому, что, в принципе, мы знаем, что такое наследование, знаем, что такое и нет. Все. На этом знание заканчивается. В описании будет вот эта ссылка на этот курс. Он бесплатный. Здесь вот, это в описании, еще раз повторяю, крутой Python. Возьмите этот уровень. Мы работаем именно с этим файлом, рассматриваем класс. Не буду терять времени. Но сейчас нас интересует задание Дениса. Итак, смотрите. Какая наша цель? В принципе, уже работая с функциями, освоив функции в школе, Денис начинает читать профессионально файлы. То есть, использовать исходный код. Активно пользуется документацией и понимает в ней. Но с классами пока не все так радужно. Для того, чтобы продолжить правильно изучать классы, я сказал, ведь я совершенно не зря. Задание. Задание. Сейчас, секунду. Дал ссылки. Ребят, смотрите. Здесь черным, красным по белому написано. Для всех языков. Откройте любой язык. Абсолютно. Там будут атрибуты и методы. Денис, а скажите, пожалуйста. Давайте почитаем. Почитайте, да? Сами. Это я вам говорю, да? До конца. Атрибуты. Вы затронули здесь? Так, методы вижу специальные. Экземпляры. Ну, здесь вот уже вижу. Молодец. Так вот, видите, уже почему я говорил о писателе? Потому что сельф. Вот все правильно, с чего начать надо. А дальше поехали. Вас понесло. Но если вы посмотрите, во всем вашем коде есть точки, и после них что-то. Точки, и после них что-то. Поэтому, Денис, вот здесь у нас дальше начинается что? Атрибуты. Вот их место должно было быть. Как хотите. Первое могло быть сельф, второе атрибут. Либо наоборот. Атрибуты, методы. Но берем атрибуты, да? Они же не зря первые идут. И пока на этом останавливаемся. Да? Пока на этом останавливаемся. То есть сейчас у вас появляется новое задание. И я у вас спрашиваю. А как вы собираетесь изучить атрибуты? Какая наша цель? Наша цель следующая. Мы должны открыть абсолютно любой код. И прочитать так, чтобы это выглядело следующим образом. Этот источник я вам тоже давал, да? Вот так. По определению все атрибуты класса являются функциональными объектами. Поясняю для новых ребят. Ребят, если на сегодняшний день для вас функции не изучены, приходите в школу, изучайте. Еще одну фразу скажу для новых ребят. Я вам дам статью, хотя здесь много вы статей, как я начал писать код, про ООП. И еще будет одна статья, в которой вы получите ответы, чем отличается школа Повсуновского от всех других курсов. Здесь мы по ООП говорим, да? Что я описывал в начале. Профессиональное изучение. Я вам ее скопировал и возвращаюсь к одному моменту. То есть здесь есть советы, как подойти, с какими знаниями. Просто обратите внимание. Допустим, не важно сейчас, что там произошло. Метод ссылка, объект метода, а это что? Иными словами, нам с вами, Денис, надо, чтобы все эти определенные ключевые слова с точками приобрели смысл и при этом однозначное определение. То есть вы понимали, что перед вами. Метод, объект ссылка. и помните, я говорил, ведь очень важно то понятие, которое было функциональными объектами, не функциями, да? Это вы в классах Python будете встречать. к этому Денис уже пришел. Когда работал с функциями, начал работать с классами и методами, понял, что это одно и то же, все это связано с исключениями. И работает, все исключения работают по принципу функции. То есть все работает по принципу функции. Но класс это не функция. То же самое метод это по сути дела та же функция, да? Работает как функция. Но это тоже не функция, это метод. Вообще слово метод в языке программирования Python это не уникальное слово. Здесь важно понимание этого слова в контексте. Примерно то же самое, что слово бокс. Судья сказал бокс, да? Дал команду бокс. Вы представляете одну ситуацию. Я стою около ворот бокса. Другая ситуация. То есть в контексте. Слово метод в программировании в основном и в Python в частности это не уникальное слово, а зависит от контекста. В данном случае контекст. Допустим, дискард это метод класса винтовсет. Есть методы строк, тогда говорится это метод типа данных строка и так далее. То есть все разбирается в контексте. Но сейчас мы говорим о другом. О этих вещах. то есть вот эти все вещи с точками для нас должны при взгляде давать только какую-то конкретную информацию без размытия. Мы должны понимать, что за этим стоит, что такое. И вот тогда, как вы сами понимаете, у нас увеличится что? А к чему мы сейчас идем? Вы знаете, я вам расскажу хохму. Скажите, ребята, много из вас, которые не бывают в исходном коде, а только пользуются Google? Тогда у меня вопрос один. Как вы собираетесь писать профессиональный код? Поэтому записал вот эти видео, да, давайте на него хотя бы посмотрим. Да вот вот что мы на него смотрим. Это раз. Его надо хотя бы увидеть. Его надо понять. Его надо научиться читать. А потом уже в процессе читайте, можно и совместно писать. Ну, трудно мне представить, как вы, например, мы, не читая кода, можем его писать. Это довольно глупо. Но ситуация нормальная. Большинство людей пользуются Google, ищут куски кода, похожие на свои запросы, вставляют, она работает, они радуются. Но ведь это не программирование. Поэтому, Денис, пока мы берем только один аспект, атрибуты. Это то, с чем вы при работе с классами будете встречаться постоянно. И от навыка знания и умения будет зависеть и то, как вы будете писать код, как вы будете читать, насколько он будет профессиональный. Наверное, это понятно. Если мы сможем легко понимать все, что есть с точками, то, в принципе, мы сможем легко читать код. Да? Да. Банально просто. при этом черным, белым по-черному в данном случае, ну не по-черному, ну говорим так, черным по-белому, как я вот скажу, как просто это выражение. Написано. Определяет набор атрибутов и методов. А что, в других языках это по-другому? Нет. Поэтому не надо брать из Википедии, что там класс, это там шаблон. Есть конкретное определение. Класс это атрибуты и методы и больше ничего. Как же это доказать? Даю вам подсказку. А вы уже будете с этого черпать план. План. Не переживайте. Я подсоблю. 932. Вспоминайте. Если смотрите все видео. Объект класса поддерживает два вида операций. Ссылки на атрибуты создания экземпляра. Все. Отсюда пляшем. Вот. оно начало. Теперь вы поняли. Зачем я давал задание, чтобы вы просто себе в любом удобном порядке в любом удобном порядке выписывали, как, что такое вообще представление о классах. Ну, во-первых, надо в общем получить представление о классах, а теперь хорошо вот то, что вы выписали, начать оставлять как-то по порядку. Для новых ребят расскажу еще один момент, повторю. когда-то Денис писал. Это было 25 сентября 22-го года. это тот момент, когда он начал писать. То есть человек пришел, да, с кашей в голове. Много ребят, да, много ребят мне пишут со школы, что я смотрю ваши видео, повторяю за Денисом, кто-то стесняет, у кого-то нет времени. Но есть ребята такие, как Денис, которые рассказывают вот свои ощущения, да, и на тот момент это был прорыв. То есть что произошло? Да функции на место поставили, всего лишь что. Начался, у него появился смысл. Он смог к чему-то смысловому все остальное цеплять. Потому что по сути дела, если коротко я ему сказал, изучив функции, все остальное можно в любом порядке. А как делает большинство правильно? Изучает все по порядку, пока это прошли, сюда дошли, что сзади забыли. А где же замысел? А давайте теперь полноценное изучение языка и в основном ООП что-то складывать. Итак, с этого видео обязательно его посмотреть. Надеюсь, я его сюда добавил. Но знаю, что Денис смотрит. пишите такой код и вам не найдут замену. Добавлю еще есть и добавлю этот плейлист. Если будет два раза, ничего страшного. не должно быть здесь мы и работаем с исходным кодом, с кодом и с документацией. Иными словами, для того, чтобы нам писать профессиональный код, первые условия. Мы работаем с профессиональным кодом. конечно же, новички, которые только смотрят, они скажут, да вы что, я же вообще боюсь этого исходного кода. Ребята, боятся, то ничего не надо, ведь очень много людей приходит, которые с нуля, ну да, изучил переменные, есть ребята, а потом описывает переменные, но он их видит. Сегодня переменные, завтра методы, послезавтра другое и так далее. Самое главное сейчас взять планку. Вот ваша планка. В книгах профессиональный код не пишут, профессиональный код пишут в профессиональных библиотеках профессиональные люди. Этот код от Рассела Кейта Маги, одного из ведущих разработчиков жанра. Вот здесь у него, не у Босуновского, у него учились, учитесь. Я такой помогаю в это войти. Ну что ж, отлегся. Итак, Денис и другие ребята, которые будут изучать сейчас этот ООП. Мы с вами договорились, что с функцией у нас проблем нет, то есть кто хотел, проходил, кто не понимает, приходите в школу, будете проходить. И сейчас мы останавливаемся на атрибутах. Ваша задача сейчас предоставить свой план. А как же вы собираетесь их изучать? Я потом подправлю. На выходе первая задача это чтение. Иными словами, открываем код и в каждом конкретном случае с точкой у вас должно быть однозначное суждение. Что перед вами? Что это означает? Что от этого ожидать? Что оно делает? Какие у него возможности? Откуда ноги растут? Конечно, много сейчас рассказал. Это все придет впоследствии. Для начала нам надо понять, как к ним подобраться. Заканчиваем. Итак, ваша задача сейчас определить вопросы, как вы собираетесь изучать атрибуты. Как вы знаете, я всегда направлю. И второе направление, которое вы получили, это оттолкнуться от что есть объект класса вида операций. То есть все, круг сузился, отлично. И что мы должны ожидать от вашего плана, который вы будете составлять? Ну, я скажу так. У меня работа с атрибутами, но если брать таких примерно, как прокруток листов, семь, да, вот это атрибуты, да, и то не все. Я когда для себя проделывал много, да, правда? То есть есть понимание. Но будем идти. Поначалу мы отталкиваемся хотя бы от самого простоя. Сделать такой план, чтобы мы по крайней мере начали определять понятия этих вещей, да, с точками. Как? Что это? Верный объект, верный метод ссылка или это, допустим, давайте посмотрим, где здесь уже получше взять. Сейчас посмотрим еще. вызовы метода, вызовы без аргументов. Так что? А вот я хочу услышать от вас. Ну, придется, наверное, подсказать. придется, наверное, пока подсказать. Я вас запутаю, вот вы нет, что это? Ну, это атрибуты. А вот это что? вот именно это я хочу от вас и услышать. Как вы собираетесь реализовать то, чтобы все вот эти вещи обрели, по крайней мере, для начала определенные понятия и совершенно однозначные. А уже пойдем дальше. Вот сейчас вам надо поработать над этим планом. Вот тут уже желательно с кодом. Любым. Пишите любой класс, называйте как хотите, а потом уже пойдем дальше. Искать уже доказательства и так далее. И все прочее. Итак, Денис, вам понятно и другим ребятам школы. Ну, а для новых ребят скажу. Вот это есть самый мощнейший способ изучения языка программирования. Абсолютно любого. Что происходит в данном случае? Во-первых, мы работаем с исходным кодом, настоящим, профессиональным. Значит, мы его читать будем. Значит, будем его писать. Уже даже просмотрев эти уроки, вы уже будете понимать больше, чем многие понимают, кто не смотрел. Второй момент. На самом деле, дело преподавателя показать. Вот я вам показал, что в определении питон, да, есть конкретно, что надо изучать. Тут же кричит еще, атрибуты и методы. Вот что здесь сложного? Понятно, что новичок это пропустит. Понятно, что он пойдет смотреть и наследование, а потом, что в классе происходит, он просто не будет знать. В результате это вылезет в то, что он будет знать только и нет и больше ни хрена. Но это же не работает. Кропотливая работа с классами начинается с атрибутов. Это то, что должно быть затерто. Вот как я говорю в школе постоянно ребятам, функции, функции, функции должны быть затерты, должны считываться моментально. А теперь, когда пришли к классу, мы говорим, ребята, а функции у вас уже все должны быть на автомате, потому что наше внимание вот здесь везде, вот здесь везде. Нам уже надо по-другому думать. Нам уже надо думать об атрибутах, нам надо думать о проверках, то есть нас уже параметры должны уже просто считываться, мы не можем позволить себе заострить на них внимание. что это значит? Это значит, что успех изучения программиру зависит от подхода. В данном случае в моей школе кто хочет пишут все. Кто изучает это, что значит изучение по методике Бовсуновского? Это изучение особым образом, то есть с языка выделяются определенные части, их много. Мы взяли пример функции, да? Другие вещи могут быть рассмотрены в абсолютно любой момент, в любой последовательности. Ну, например, а вот параметры функции не могут, они должны быть изучены сразу и детально и досконально. Иными словами, если вы пришли на курсы и вам бла-бла-бла, вы пошли изучать там сначала, да? Я ж не против. Изучайте. Вот этим и может помочь школа Бовсуновского. Учитесь на своих курсах. Я ж не говорю, что там плохие преподаватели, хорошие, но у них есть программа. Вот им сказали отсюда бла-бла, досюда бла-бла. Вот и все. А я говорю, изучайте. Но функции вы должны изучить сразу. Потому что для изучения функций не надо знать ничего, кроме самих функций. Вот и все. Потом откройте функции в другом языке и посмотрите, они оказываются одинаковые. В третьем тоже одинаковые. Да, разные синтакси. Ну, принцип один и тоже. Как проверить? Начали писать, как Денис делал. На втором языке, на третьем. Немножко погрузился в Гуланг. Он его первый раз видел, но написал. Потом в Си тоже первый раз видел, но написал функции. Вот он пишет. Сказать, что синтексик тяжело, не скажу. Может, какие-то другие моменты будут непонятны, но что касаемо функций, то прям понятие, что именно именованный аргумент тоже не нашел. Это хорошо, что столкнулся. именованный аргумент будет в Котлин. Это не важно. А что важно? Важно, что он понял, что работа с параметрами. Да, это получается та самая статическая типизация, которая по сравнению с Пайтон тебя уводит от непреднамеренных ошибок. Языки со статической типизацией всегда проще, потому что там все очень четко определено. Есть именованный возврат, и изначально этот язык был создан под конкретные цели. Аргументы представлял местами, тоже именованный возврат, а одним словом, насколько я увидел, каждый должен быть на своем месте. А почему получилось? Потому что знал, с чем разбираться. Потому что получил опыт в параметрах, и поэтому знал, приду в ГО, надо разобрать, что такое параметр, все остальное он и так знал. Ну и что? Сложно? Не сложно. Это и есть мой подход, который работает. так, ну, вроде как я определил, spb-retude.ru приходите, будете учиться. джанга. В джанга, кстати, мы очень много работаем с документацией, с исходным кодом. Кроме этого, в школе много идет работы и с исходным кодом, и с документацией. И кроме этого, есть, конечно, очень много, большое количество уроков, которые вы смотрите, но можно работать в группе, можно повторять за кем-то, смотреть. Важно проделывать, ребята, а не просто посмотрел и все. То есть, если Денис сделал задание, описал СООП, вы можете с одной стороны посмотреть, а с другой стороны сами парить, тогда будет эффект. Все. Пока я сформулировал, потом опишу. Думаю, достаточно пока для того, чтобы Денис набросал первичный план, от которого можно будет отталкиваться. Ну что ж, вперед к профессионализму, все получится. Понравилось видео, ставьте лайк. И приходите в школу. Спасибо за доверие. СООБЩЕНИЕ